Сегодня общество стало полностью зависимым от электричества. Даже незначительные перебои в электроснабжении выбивают нас из привычного режима. Встают предприятия, останавливается размеренная жизнь в домах обычных жителей. А ведь ровно 50 лет назад все было совсем по-другому. С чего начинала горсть? Помните? Одна машина, один кран и две лошади. Нас же разделили, как было раньше, энергоуправление, сетевой район. Потом отделили быт и заводы, которые пытались, и организовалась горстья. И стали обслуживать частные секторы, предприятия, которые питались от сетей горсети. На начальном этапе своей истории в городских высоковольтных сетях применялось напряжение 3 кВ. Линии электропередач проходили по крышам зданий. Опоры заготавливались работниками горсети из лиственных и хвойных пород в таежной чаще. И на повозках доставлялись в город. В первую же пятилетку работы горсети объем обслуживаемых сетей увеличился в три раза за счет принятых на баланс городских подстанций и кабельных линий. Что способствовало надежности электроснабжения города. Стали нам поставлять железобетонные приставки. Значит, пришла техника, буроян. Прошло всего-то несколько десятилетий, а в помощь ручному труду рабочих электромонтеров уже пришла умнейшая техника. Точный и оперативный учет электроэнергии стали рассчитывать компьютеры. Труд энергетика полностью изменился, стал механизированным, но более легким его все равно не назовешь. Ведь новые технологии требуют новых знаний, нового подхода и постоянного совершенствования. Любое предприятие, оно без людей, которые в нем работают, ничего из себя не представляет. И поэтому, если судить о коллективе горэлектросети, 50 лет она просуществовала, проработала именно благодаря тем людям, которые в ней сейчас работают. Там же есть и старожилы, есть и новые приходящие люди. Но новые они бы не смогли бы работать так же хорошо, если бы их не научили этому старые. То есть определенная школа, закалка тех людей, которые начинали, которые продолжали, которые сейчас работают, молодые на них ориентируются, смотрят. Это дорогого стоит. Поэтому коллектив отличный. Если и дальше они будут продолжать в том же духе своей традиции соблюдать, у них многое получится. Модернизация сетей и оборудования продолжается. Контролировать и управлять работой распределительных пунктов диспетчеру помогает система телемеханики. В случае отключения информация оперативно передается аварийным бригадам. Я тепло и сердечно поздравляю весь коллектив ООО «Ленинск-Кузнецкая горэлектросеть» с таким замечательным юбилеем. И трудно, конечно, переоценить важность и значимость той работы, которую они выполняют каждый день. Благодаря им слаженным их действиям в наших домах есть тепло и свет. И профессиональные действия всего коллектива снискали им заслуженный авторитет. И я хочу сказать, что предприятие ООО «Ленинск-Кузнецкая электросеть» всегда активно участвует в городских мероприятиях по вопросам гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Выражаю вам сердечную благодарность за вашу работу. Пусть исполнятся все ваши добрые надежды, а самые заветные желания исполнятся. Счастья, благополучия и удачи навсегда придут в ваш дом и в вашу семью. С праздником вас, дорогие энергетики!